История берет свое начало в глухой деревушке на севере России, где проживает старик по имени Александр. Он всю жизнь прожил в этих местах, для него здесь знаком каждый куст и каждое дерево. Рядом с деревней находится лес, там полно ягод и грибов, за которыми время от времени ходит лесник. Вуд уже много лет подряд он волочит свои ноги по земле, создавая тропинки между густой растительностью. В этих местах можно найти самые сочные и спелые ягоды голубику, чернику, клюкву. Каждая из них, словно капля росы, привлекает внимание старика и заставляет его восхищаться природной красотой. А уж про грибы и говорить не стоит, тут их есть в огромном разнообразии белые, подберезовики, лисички. Часто Александр отправляется в лес, чтобы собрать себе угощение на обед. Также лес населяют много животных, в том числе и диких, в этих лесах было замечено много волков и зайцев. Вечерами они выходят на поляну, где нет человеческой суеты, и играют в свои игры. В окрестностях деревни можно услышать вой волков, которые разносятся по всему лесу, создавая загадочную атмосферу. Зайцы, с хвостиком вверх и ушками, словно радуясь жизни, перепрыгивают через земляные холмы и проворно скрываются в кустах, когда услышат шаги человека. Старик нередко наблюдает за этими животными из своего окна и радуется их присутствию. Местные охотники часто охотятся в этих лесах. Они надевают свои удобные камуфляжные костюмы и берут с собой охотничьи ружья. Ведь здесь, среди богатой флоры и фауны, можно найти множество добычи. Волки и зайцы являются ценными объектами для охотников, их шкуры используются для создания теплых шуб и одежды. Но не только это привлекает охотников. Также здесь обитает множество птиц, которые являются целью для охоты. Лес и деревенская дорога становятся местом, где охотники испытывают свои навыки и наслаждаются природной красотой, попутно собирая трофеи и сувениры. Такова жизнь в глухой деревушке на севере России. Каждый день старик Александр наслаждается этими прекрасными местами, окруженными лесом и его обитателями. Он гордится тем, что живет здесь, и никогда не сомневается, что это самое прекрасное место на Земле. Однажды к старику в гости приехала его дочка, ее детство также прошло в данном месте. Она была беременна и ждала пополнения в семье, ее муж находился в командировке, поэтому не смог приехать. Старик был очень рад гостям, в лице своей любимой дочки. Они не виделись целый год и очень соскучились друг по другу. Отец и дочка много времени проводили вместе, вспоминая жизнь в деревне и просматривая детские фотографии Анны. В ходе общения они разговаривали обо всем на свете и обменивались своими мыслями и чувствами. Старик с трепетом слушал свою дочь, которая рассказывала о своих планах на будущее и о том, как с нетерпением ждет рождение ребенка. Они также вспоминали прежние времена, когда маленькая Анна бегала по полям, собирала цветы и весело играла с отцом. Вместе они переживали радость и грусть, делились своими крепкими воспоминаниями и понимали, что ничто не может сравниться с семейными узами и любовью. Время, проведенное вместе было для них незабываемым и запоминающимся. Они чувствовали, что их связывает особая связь и никакие расстояния или преграды не могут мешать им быть счастливыми вместе. Ранним утром Анна отправилась в лес, она любила природу и часто проводила время среди деревьев и птиц. На этот раз она решила пройтись по самым укромным тропинкам, полностью погрузившись в свои мысли о предстоящем материнстве. С каждым шагом, она восхищалась благоуханием свежего зеленого листочка, чувствовала, как ласковый ветер щекочет ее волосы, а пение птиц наполняло ее душу радостью и покоем. Она осознавала, что природа была для нее не только источником вдохновения, но и мудростью, которая помогала ей осознать важность и святое значение будущего материнства. Наблюдая за игривыми белками, которые перебирались с ветки на ветку с такой легкостью и изящностью. Погруженная в свои мысли и наслаждаясь окружающей красотой, Анна продолжала свое путешествие по лесу, ощущая, как каждый шорох травы и треск веток под ее ногами приносят ей дополнительное чувство гармонии и счастья. Однако внезапно, Анна почувствовала головокружение и тяжесть в ногах. Она попыталась устоять, но все бесполезно сознание покинуло ее и она упала на землю. Слабо дыша, она пыталась прийти в себя, но ее усилия были тщетными. Вскоре девушка опять пришла в себя и осознала, что находится в глухом лесу. Она была напугана, представляя себе все возможные опасности, которые могли поджидать ее в этом месте. Как вдруг она услышала треск веток и из кустов вышла стая волков и остановилась прямо перед ней, волки взяли ее в окружение и начали ждать. Страх охватил Анну. Она подумала, что они ее разорвут на куски, чтобы прокормить свою стаю. Но по мере того, как она наблюдала за их поведением, она поняла, что эти волки не представляют угрозы. Они наоборот окружили ее и защищают от внешних опасностей. Анна попыталась подняться, но ее ноги все еще отказывались слушаться. Видя это, волки образовали круг вокруг нее, чтобы предостеречь от возможных препятствий. Она почувствовала себя в безопасности, осознавая, что эти животные заботятся о ней. Тем временем, отец Анны волновался о своей дочери. Он заметил, что Анна не вернулась домой вовремя и решил отправиться на поиски. Он знал, что лес может быть опасным местом, и чем дольше Анна оставалась там одна, тем больше росло его беспокойство. Попутно отец прихватил охотничье снаряжение, взял ружье и патроны к нему и отправился на поиски любимой дочери. Отец прошелся по привычным тропинкам, надеясь найти следы дочери. Он перебирался через заросли и преодолевал препятствия, не сдаваясь ни на секунду. И вот, вдали, он увидел пятна крови на земле. Сердце отца замерло. Он ускорил шаг и вскоре обнаружил свою дочь, окруженную волками. Первоначально отец испытал страх. Он подумал, что волки атакуют его дочь. Но когда он подошел поближе, он понял, что волки не представляют никакой угрозы. Они просто охраняют и защищают Анну, подобно ее собственной семье. Отец, проникнутый глубокой благодарностью, нежно обнял Анну и поблагодарил волков за их защиту. В ответ волки выразили свою радость и благодарность, медленно удаляясь вглубь леса. Отец и дочь, благодаря неожиданной доброте и чудовищной бдительности волков, успешно вернулись к своему родному дому, испытавшим глубокое чувство благодарности к этим преданным животным. Анна, восстановила организм после потери сознания, постепенно набрала новые силы и вернулась к привычному образу жизни, состоявшему из радости и счастья. Через несколько упорных месяцев, наполненных оптимизмом и нежностью, Анна наконец-то родила своего ребенка, маленького прекрасного мальчика, в котором кристаллизовались все положительные качества и надежды на счастливое будущее. С глубоким искренним восхищением и любовью Анна и ее муж прозвали новорожденного Виктором, в честь будущей победы, которая безусловно ждала это маленькое чудо. Всю свою жизнь Анна хранила в сердце память о волках, которые охраняли ее жизнь и жизнь ее ребенка. Она всегда помнила и ценила их нежность и заботу, выраженные в самый трудный момент ее жизни. История Анны и волков стала легендой в округе. Люди говорили о необычном союзе между человеком и дикой природой. Эта история напоминала им о важности природы и о том, что даже самые дикие существа могут проявить сострадание и защитить тех, кто нуждается в помощи. Анна и ее ребенок жили долгую и счастливую жизнь. Они всегда оставались благодарными волкам, которые стали их спасителями в тот самый день, когда Анна потеряла сознание в лесу. Вот такая удивительная история произошла с девушкой по имени Анна, трудно представить, что могло бы произойти, если бы не волки. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!